Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы читаем следующую сказку. Три медведя. Одна девочка ушла из дома в лес. Лису она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да и не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была открыта. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет. И вошла. В домике жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой, лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять в лес. В домике были две комнаты. Одна столовая, другая спальная. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Настасьи Петровны. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, тененькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик поломался, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровна. А третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла на большую. Ей было слишком просторно. Легла на среднюю. Ей было слишком просторно. Легла на маленькую кроватку. Пришлась ей как раз в пору. Она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. Кто хлебал из моей чашки? Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. Кто хлебал из моей чашки? А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом. Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал? Михаила Иванович взглянул на стул и зарычал страшным голосом. Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Мишутка увидел свой стульчик и пропищал. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Смотрите, вот медведь пришел домой, медведица и Мишутка. И заметили, что у них кто-то был в доме, потому что у них и похлебку кто-то попробовал, а Мишуткину съел и стулья сдвинул. Они это все уже заметили сразу. Что же они делали дальше? Медведи пошли в другую комнату. Кто ложился в мою постель и смял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился в мою постель и смял ее? Зарычал Анастасия Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. Кто ложился в мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал, как будто его режут. Вот она, вот она, держи, вот она, ай-яй-яй, держи. Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась в окно. Окно было открыто. Она выскочила и в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Смотрите, как быстро побежала девочка. Амишка кричит, вот она, вот она, ловите ее. Такая история. Подписывайтесь на мой канал и жду ваших вопросов и комментариев. Всего доброго, до свидания.